В эфире новости центра Башкирии. На днях в Белорецке 19-летняя девушка украла у своего дяди машину и попала в ДТП. Известно, что 41-летний мужчина приобрел автомобиль Volkswagen Passat. По этому случаю он решил отметить и собрал у себя дома родственников. Его племянница в алкогольном состоянии украла ключи и решила покататься. Не справившись с управлением, она врезалась в дерево и улетела в кювет. Сама виновница не пострадала, а машина восстановлению не подлежит. Полиция задержала преступницу и возбудила уголовное дело. В Ишимбае, около продуктового магазина, толпа пенсионеров опрокинула мусорку в поисках просрочки. В контейнере они перебирали овощи и фрукты, набирая их в пакет. Около другого мусорного бака стояли мужчина средних лет и бабушка. Пенсионерка искала более свежую буханку хлеба. Все это запечатлел один из очевидцев на камеру телефона и выложил в интернет. На днях в Уфе задержали преступников при попытке вымогательства денег в одном из ресторанов. Ранее предприниматель ресторана сообщил в полицию о вымогательстве полумиллиона рублей. Во время передачи части требуемой суммы задержали троих злоумышленников. У них изъяли более 145 тысяч рублей и пистолет. Также полицейские обыскали автомобиль одного из вымогателей. В ней силовики обнаружили кастет, нож-чехлей и кобуру для пистолета. Известно, что один из них – 53-летний житель Уфимского района. Его сообщник – 24-летний местный житель, судимый за различные преступления. Третий соучастник ранее не привлекался к уголовной ответственности. По данному преступлению возбудили уголовное дело. По данным ведомства Росстат, в Башкирии смертность среди детей снизилась примерно на 28%. С начала года по республике умерло около 180 новорожденных. За предыдущий год зарегистрировано примерно 250 смертей. Стоит отметить, что почти во всех регионах идет снижение детских потерь. 6 октября поздним вечером в Белорецке произошло ДТП. Оно случилось на пересечении улиц Карла Маркса и Алексеева. Местный житель на «Ладе Приори» сбил 61-летнего мужчину. Как рассказал водитель, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшего доставили в больницу. Там мужчина скончался спустя час после аварии. В Бурдианском районе найдена мертвой 42-летняя женщина. Перед смертью ее жестоко избили. Зафиксирована гематома на лице. По подозрению в убийстве задержан сожитель погибшей. Это 51-летний ранее судимый за аналогичные деяния инвалид. Обстоятельства происшествия пока выясняются. В Бирске обстреляли автомобиль. Инцидент произошел ночью 6 октября. Неизвестные молодые люди устроили стрельбу из пневматического оружия по приезжающей мимо машине. К счастью, обошлось без пострадавших. Очевидец утверждает, это были подростки, скорее всего, мажоры. Ни о каком ущербе для водителя не сообщалось. Правоохранительные органы города Октябрьский обратился 48-летний мужчина. Он заявил о краже 14 тысяч рублей. По его словам, деньги находились в машине. Мужчина уверяет, что автомобиль закрывал, но сигнализация не сработала. После данного заявления полицейские посмотрели камеры наблюдения. На них зафиксировано, как неизвестный с каким-то прибором в руках подходит к машине, нажимает на нее и разблокировывает двери. После злодей проникает в салон и крадет оттуда деньги. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Госстрой совместно с «Газпром» реализует программу повышения уровня газофикации республики. По ее результатам построят около 350 километров газораспределительных сетей. Дополнительно планируется подключить к газу более 22 тысяч домовладений и 74 объекта социальной инфраструктуры. Также построят два головных газораспределительных пункта. В день учителя 10 иглинских преподавателей отметили государственными наградами. Одну из медалей вручили Фатиме Садыковой, учителю физкультуры средней школы номер один. Она проработала на этой должности более 30 лет. Многие ее бывшие ученики пошли по стопам своего преподавателя. Республиканская госавтоинспекция сообщила подробности, произошедшей накануне страшной аварии. В ней погиб один человек и еще четверо пострадало. По уточненным данным, погибшему было 17 лет. Он является жителем Иглинского района. Подросток не имел водительского удостоверения. Уточнен и возраст пострадавших. С травмами госпитализированы две девочки в возрасте 16 и 17 лет и двое молодых парней 16 и 18 лет. Напомним, что накануне на автодороге Уфа-Шакша произошло серьезное ДТП. 18-летний Уфимец двигался за рулем ВАЗ-2114 со стороны Максимовки в направлении улицы Вологодская. На участке дороги ремонтных работ он совершил наезд на ограждение и врезался в груду снятого асфальта. Водитель погиб на месте. 6 и 7 октября в Иглинском районе состоялась сельскохозяйственная ярмарка. Ее проводят ежегодно в октябре в канун Дня Республики. Этот год не стал исключением. На ярмарке присутствовало много и продавцов, и покупателей. Больше всего люди покупали мясо и овощи. Для удобства хозяйств работали ветеринары, которые проводили проверку качества мяса. Всего на ярмарке участвовали 40 человек. В этот день реализовали 2 тонны лука, 3 тонны картофеля, 5 тонн овощей, 2,5 тонны меда и 3,5 тонны мяса. Сибур объявляет о старте приема заявок на грантовые, межрегиональные и волонтерские проекты. Конкурс пройдет в рамках акции «Формула хороших дел». К участию приглашаются некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения социальной сферы. Темой волонтерских проектов сотрудников Сибура станет «Семья, меняющая мир». Главная цель – вовлечение детей и других членов семьи в социально значимые преобразования. Партнерами конкурса выступают сообщества женщин-лидеров «УВЛ Форум» и межрегиональная общественная организация «Союз отцов». Их представители примут участие в выборе победителей и станут наставниками для волонтерских команд. По всем вопросам, касающимся участия в конкурсе, можно обращаться по телефону 8-495-777-55-00, добавочный 40-00. 10 октября в Благовещенске состоится прием граждан по вопросам невыплаты зарплаты работникам. Его проведет руководитель Бирского межрайона следственного отдела Владислав Кистанов. Прием состоится по адресу Благовещенск, улица Пушкина, 10А, начало в 10.30. Предварительная запись по телефону 8-347-66-2-20-64. День подписчика прошел в головном почтовом отделении Благовещенска. Горожане оформили подписки на любимые журналы и газеты со значительными скидками. Всего в этот день выписали 103 экземпляра различных изданий. Также в республике продолжается благотворительная акция «Дерево добра». В ее рамках желающие могут оформить подписку на любое издание в адрес социального учреждения. Например, детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. Всероссийская декада подписки на первое полугодие 2019 года продлится до 14 октября. Учитель математики Анна Бектимирова из села Прибельске получила 200 тысяч рублей. Ее наградили в День учителя в Уфе в Доме правительства республики. На церемонию пригласили победителей конкурса «Лучший учитель». Всего 33 преподавателя получили Всероссийскую премию. Наградили учителей самых разных дисциплин. Математика, биология, география, русский язык, литература и информатика. Стоит отмечить, что также награждали многих учителей грамотами с мастерством и многолетний труд в сфере образования. В минувшие дни на Чешминском элеваторе произошел пожар. На место происшествия прибыли 5 пожарных единиц и 10 пожарников. Спустя 3 часа с момента сигнала о возгорании пожар ликвидировали. В результате уничтожены 10 тонн гречихи, оборудование не повреждено. В МЧС установили, что предварительная причина возгорания – нарушение технологического процесса. Всемирный день почты проводится ежегодно 9 октября по решению 14 Конгресса Всемирного почтового союза. В этот день, в 1874 году, в Бьерне представители 22 стран подписали Бернский договор, утверждающий основания Генерального почтового союза. На сегодняшний день он насчитывает в своем составе 192 страны. Россия – одна из старейших членов этой влиятельной международной организации. Цель сегодняшнего Всемирного дня почты – пропаганда роли почтового сектора в повседневной жизни людей и компаний и его вклада в социально-экономическое развитие стран. К слову, первые в мире почтовые марки появились в Англии в 1840 году, а в России – в 1857. Погода на 9 октября. В Благовещенске ночью температура воздуха 0 градусов, днем 8 выше 0. В Тишмах – плюс 1 ночью, плюс 9 днем. В Иглинонон ночью температура воздуха минус 1 градус, днем 9 выше 0. В Кушнаренково ночью минус 1 и плюс 8 днем. В Кармаскалах ночью температура воздуха минус 1, днем 10 выше 0. В Языково плюс 0 ночью и плюс 9 днем. Редактор субтитров А.Семкин